Как-то я увидела в интернете, как мужчина рассказывал, как он выращивает картошку. Что он просто бросает картофель, на землю кладет и набрасывает на него траву. И все. Я так впечатлилась, что решила это попробовать. Вот. И уже несколько лет так делаю. Конечно, маленький выход. То есть мало картошки, конечно, получается. Но зато бросил картошку, проросшую. Значит, вырастает ботва и подбрасываешь так вот. Не то, что прям наверх, на ботву, а вот так вот, так сказать, под листочки, вот так вот, по мере роста, подбрасывала листву. Выдергиваю траву с участка и, значит, туда бросаем. И ничего не надо делать. Не поливать, не окучивать, вообще ничего. Вот. А, так сказать, урожай собирать тоже не нужна лопата. Просто подходишь и просто, так сказать, вот руками берешь вот этот картофель. Вот он на поверхности лежит. Значит, какой минус? Вот когда мыши, то некоторые клопни все-таки прогрызают, потому что она же на поверхности лежит. Картошка. И вот сейчас я жарить буду. И потом я еще вот что, значит, увидела, в смысле, прочувствовала то, что когда жарю картошку, то я добавляю патиссон. И патиссон там не заметен, потому что патиссон тоже как бы твердый. И получается совместно с картофелем очень хорошо. То есть как бы и картофель, и клубни я экономлю, и патиссон тоже в ход идет. В общем, вот мы с Барсиком как-то приспосабливаемся к этой жизни, да, Барсень? Вот я вам рассказала. Может быть, вот вы на заметку возьмете такое. Я, значит, вдоль забора кладу клубни картофеля и насыпаю. То есть это вообще не мешает ничего. Красиво потом как цветет. Получается даже красиво, как цветы, как будто бы. А потом уже вот где-то в конце июля я уже начала брать картошку. То есть, допустим, суп варю, подошла, раз, вытащила картофель. И, значит, в суп. А остальное растет. Ну, как бы вот так вот. Вот это получилось длинное видео. Я его не буду укорачивать. Пусть оно полностью будет. Кто сможет это посмотреть, я буду рада, если кому-то это понравится. И так же будут выращивать. Тут я не специально клала вот эту вот большую картошку наверх. То есть там и мелкая, и крупная. Она всякая. Но совсем мелкую я, конечно, выбрасываю. И которая базилинела сильно тоже выбрасываю. Борсет. Кто там стучит возле забора? Нет. Это далеко. Ой, сегодня опять очень жаркий день. Хорошо. Хоть солнца сейчас нет, но все равно душно. Просто вот дышать нечем. Ну, хотя бы небольшой ветерок был бы. Бедный кот, блин. Страдает. Ну, это прохладненькое. Вот это вот, на чем он лежит. Ничего, скоро вечер. Все будет нормально. Ой, скорее бы, конечно, прохлада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова